Детская безопасность. В школах Сургутского района прошла всероссийская антитеррористическая проверка. Учение Свет. Учителя Сургутского района прокачали свои навыки на фестивале «Педагогическая весна». Экзамены. Школьники Сургутского района сдают ЕГЭ. Школы Сургутского района прошли всероссийскую антитеррористическую проверку. Все 19 образовательных учреждений справились с задачей. Сотрудники охраны, педагоги и школьники действовали согласно инструкции, слаженно и без паники. На самых крупных объектах в учениях были задействованы бойцы Росгвардии, как это было в нашем следующем репортаже. По сценарию на уличную территорию Федоровской школы номер один входит вооруженный преступник. Мужчина в маске сначала приближается к главному входу, но двери уже заблокированы сотрудниками охраны. Они заметили подозрительного человека на камерах наружного видеонаблюдения и оперативно приняли меры. Вооруженное нападение. Срочно заблокировать двери. Тем временем преступник пытается пробраться в школу через окно, но в этот момент на объект уже прибывает оперативная группа Росгвардии. Оружие на пол! Вперед ко мне! На колени! Руки за голову, пальцы за ног! В кабинетах мгновенную реакцию демонстрируют педагоги и ученики. Одни баррикадируют дверь, другие уже спрятались в дальнем углу. Сохраняются тишина и спокойствие. Дети отлично понимают, что им необходимо сделать. Дождавшись оповещения об эвакуации, организованно покидают здание. Все эти действия ребята много раз отрабатывали во время тематических классных часов. Во время сигнала говорится о том, что нужно забаррикадировать дверь. У нас мальчики сразу приступают. Мы все становимся в угол и по возможности тоже оставшиеся парты вокруг себя ставим. Должен прозвенеть еще один звонок, где говорится о том, что нужно эвакуироваться. Мы все аккуратно становимся по парам и все сплочены выходим. Никто не паникует. Учения по антитеррористической защищенности, а также противопожарной безопасности в школах Сургутского района проводятся раз в квартал. Разыгрываются различные ситуации, на которые охрана, учителя и ученики должны уметь оперативно реагировать. Отрабатываются ситуации конкретно по антитеррору. Это две темы, может быть три темы. Это обнаружение взрывного устройства, это нападение вооруженного преступника и захват заложников. Ну и плюс по пожарной безопасности. Это угроза возникновения и распространения пожара. В Сургутском районе 19 школ. Все они обеспечены техникой безопасности. Только в Федоровской первой школе установлены 72 камеры видеонаблюдения, 16 наружных и 56 внутренних. Оборудован пост охраны, система оповещения, блокировка дверей, кнопка вызова Росгвардии. На все это из муниципального бюджета ежегодно выделяются огромные средства. На территории Сургутского района все объекты оснащены полностью, так же как объекты и третьей, и четвертой категории, то есть они оснащены всеми средствами безопасности. По учениям на Федоровской первой школе могу оценить хорошо, потому что все действия действительно отработаны на все 100%. Как сотрудниками охраны, которые вовремя заметили, забаррикадировали двери, и так как и учениками, которые тоже забаррикадировались в кабинетах. Всего в российских антитеррористических учениях на территории Сургутского района на этот раз приняли участие 16 тысяч учеников и свыше 2,5 тысяч работников образования. Учителя Сургутского района поделились друг с другом профессиональным опытом и прокачали навыки на фестивале «Педагогическая весна». Полезный во многих отношениях форум состоялся во второй раз. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. Учить других, учиться самому и не только просто слушать лектора. Уроки на форуме «Педагогическая весна» проходят в самых разных форматах, в том числе в виде интенсивов и творческих мастерских. Этими занимались учителя Сургутского района на фестивале «Педагогическая весна» итогового мероприятия большого проекта «Мосты». Сегодня мы подводим итоги нашего первого года деятельности. Такой большой креативной лаборатории «Мосты», которая работала в течение всего года. Был реализован уникальный проект, когда и педагоги, и наставники были вовлечены, специалисты методического центра, но и непосредственно сама молодежь. Сегодня будет очень много площадок, где школы будут представлять свои интересные наработки. Не только в части мастер-классов, но и в части методических разработок. Но хочется отметить, что это все овеяно духом креативности. Сегодня в школах Сургутского района работают 332 молодых педагога. Поддержка для них всесторонняя и финансовая, и методическая. Вчерашние выпускники педагогических вузов, как правило, прекрасно знают свой предмет, но не всегда понимают, как увлечь им учеников. Адаптация в коллективе и проблемы коммуникации с учениками и их родителями – тоже важные темы. Разобраться в этом вопросе помогают коллеги, наставники и эксперты. И в самой школе, и на таких форумах. Конкретно вот эта сессия, она как раз-таки посвящена тому, чтобы максимально четко сформулировать то проблемное поле, которое сегодня, наверное, вырисовывается в большей степени в вопросах коммуникации между участниками образовательного процесса. Это действительно важный момент, который требует решений и, возможно, принятия новых образовательных инициатив. Очень важным, конечно, компонентом являются отдельно взятые вопросы эмоционального состояния педагогов, эмоционального состояния родителей, обучающихся, потому что это к вопросу о коммуникации. Поэтому здесь достаточно, на мой взгляд, широкое поле. Впрочем, совместный мозговой штурм полезен и опытным педагогам. Учитель физкультуры Данил Шадрин работает в 4-й школе Лентора уже 8 лет. Но участие в общеобразовательном форуме считает делом очень полезным. Во время такого общения приходят нестандартные идеи. Хороший, качественный урок. Нужно много-много учиться. В том числе и посещать такие замечательные мероприятия, как педагогическая весна, где эти креативные идеи, в том числе и для проведения уроков, появляются сами собой. Уроки физической культуры, чтобы они стали более интересны для современной молодежи, это использовать современные технологии, в том числе и электронное какое-то оборудование, планшеты, экраны, в том числе и телефоны, для того, чтобы показывать лучший опыт выполнения того или иного упражнения. Когда ищешь ответы на вопросы с помощью совместного мозгового штурма, материал усваивается гораздо лучше. Педагоги Сургутского района испытали этот метод на себе и наверняка используют его в работе с учениками, как и другие подходы к образовательному процессу, которым научились на профессиональном фестивале. Для российских школьников наступила самая важная пора – итоговые экзамены, результаты которых напрямую влияют на будущую судьбу. Ведь именно по результатам итоговой аттестации происходит зачисление в ВУЗы. Как проходят экзамены в Сургутском районе и какие специальности выбирают выпускники местных школ – в нашем следующем сюжете. К этому событию итоговые аттестации готовятся весь год. И не только ученики. В деле все – педагоги, школьные психологи, администрации, учебных заведений и даже родители. Работа проводилась в течение всего учебного года. Это и техническое сопровождение, это и педагогическое сопровождение, информационное сопровождение наших выпускников. Это подготовка не только учреждений, оборудования, родителей, но и педагогов. Поэтому сегодня мы готовы. В наших школах открыты 14 пунктов проведения итоговой аттестации для 11-классников и 16 пунктов проведения экзаменов для 9-классников. Все 30 пунктов проведения государственной итоговой аттестации, 14 для первых и 16 для вторых, полностью готовы к работе. 102 выпускника будут проходить аттестацию в пункте сдачи ЕГЭ, организованном на базе Белоярской средней школы номер один. Это не подготовка одного месяца и даже двух, это подготовка всего учебного года. Поэтому все 22 аудитории с видеокамерами, везде есть техника, везде есть оборудование. Все это, в общем-то, приведено в соответствии с требованиями. Первым экзаменом стала химия. В этом году этот предмет самый популярный у выпускников. Если раньше это была и информатика, и физика, то в этом году химия, биология, наверное, все-таки приоритет и медицинской специальности, и развитие биотехнологии, каким-то образом переориентировал наших выпускников на получение уже более современных статусных профессий. Химию сдают у нас ребятишки, которые являются претендентами на получение медали. Это довольно сильные ребята. И литературу сдают довольно сильные ребята. Ну и вообще выпуск, так скажу, что неплохой. Для выпускников 11-х классов с этого года предусмотрена возможность улучшить свой результат ЕГЭ по одному из данных предметов с правом изменить форму экзамена. Например, с базового на профильный. Даты пересдачи – 4 и 5 июля. В этом году у нас выпускников 11-х классов приступили к итоговой аттестации. Это 554 выпускника. Это чуть меньше, чем в прошлом году. А среди девятиклассников чуть больше. Это 1600. Поэтому всем хочу пожелать удачи и достойных баллов. В Сургутском районе приступили к ремонту объектов коммунального комплекса. На эти цели выделена рекордная сумма – 326 миллионов рублей. За лето в Сургутском районе планируют заменить порядка 6 километров ветхих инженерных сетей. По два участка в Белом Яру и Нижнесартымском – три в Ленторе. Городское поселение Федоровский в этом году ремонтирует основной большой котел КВГМ. Стоимость его порядка 28 миллионов. Контракт уже расторгован. Приступят к работам порядка 1-го, может быть, 10 июня. Материалы закупаются. Это самый большой котел. При этом мы запланировали ремонты двух котлов котельной Белого Яра. 16-17 котельная – это средства Сургутского района. До 1 сентября все основные работы по подготовке к отопительному сезону должны быть завершены. Социальные объекты и жилой фонд обеспечены водой и теплом на зиму. Прошедший сезон Сургутский район провел без аварий, а небольшие инциденты оперативно устраняли. Аварийной ситуации не было допущено ни на объектах жизнеобеспечения. Инциденты, конечно, присутствовали, без них некуда. В любом случае, износ сетей, он дает о себе знать, где-то есть небольшие инциденты. Но, опять же говорю, аварийной ситуации мы не допускали. Нормативных сроков устранения этих инцидентов мы не допускали. Поэтому, в целом, мы справились с отопительным периодом. В этом году в Сургутском районе уже семь сирот получили новые квартиры. Накануне торжественное заселение прошло в поселке Белый Яр. Регина Кахарова впервые зашла в свою новую квартиру. Ей недавно исполнилось 18 лет и государство обеспечило ее жильем. Правда, девушке пока в это трудно поверить. Радостный момент с ней разделили самые близкие, лучшая подруга и опекуны. Регина выросла в поселке Барсово, но квартиру получила в новостройке в Белом Яру. Чему очень рада. Наверное, здесь останусь. Поступлю здесь на высшее образование, буду работать здесь. Нет, мама с папой никуда не денутся. Правда, я их здесь не оставлю. Мама говорит, что квартиру обустроят, только потом, наверное, она меня сюда отпустит. Конечно, я охота, чтобы ее дочь была вместе с ней. В текущем году квартиры в Сургутском районе получат 18 сирот. Передача имущества осуществляется по достижению ими совершеннолетия. После заселения администрация и служба опеки еще какое-то время присматривают за новоселами. Ребенок находится под патронажем в ближайшие пять лет. Соответственно, если ребенок социализировался, то он может заключить договор социального найма с последующей приватизацией. Ну а пока ребенок находится под опекой, соответственно, мы совместно с органами опеки, с управленницей защиты, можем приехать, уточнить, все ли в порядке, нравится ли, как обстоят дела с финансовым положением, плачиваются ли коммунальные услуги. Покупкой квартир для сирот уже два года занимается окружной департамент по управлению госимуществом. Но при том власти Сургутского района выполняют очень важную задачу. Привлекает застройщиков развивать территорию поселений, чтобы участники абсолютно всех жилищных программ могли переехать в современный жилой квартал, где по соседству уже стоит или строится детский сад или школа.